Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. И сегодня мы готовы подвести итоги объявленного нашей телекомпанией конкурса «Я и мой любимый город». Напомню, что в этом конкурсе участвуют дети. Ребята присылали нам свои рисунки, стихотворения, подделки, рассказы. Работ накопилось 30. Много это или мало? Ну, на мой взгляд, не очень много. Хотелось бы, чтобы наши юные телезрители активнее участвовали в наших конкурсах. Я думаю, что конкурсы впереди у нас еще будут. Их будет немало, как для детей, так и для взрослых. И поэтому впредь следите за нашими конкурсами и участвуйте в них. Ну, а прежде чем начать голосование, и прежде чем я расскажу правила голосования, я хочу познакомить вас с нашими гостями. Сегодня в нашей студии член Союза писателей Наталья Феликсовна Замарина и педагог по изобразительному искусству Детской школы искусств города Видное Ксения Миронова. Ксения Миронова. Здравствуйте. Здравствуйте. А теперь правила голосования. Наши телезрители, только вы сможете определить победителей, тех, кто получит главные призы. Что для этого нужно? Внизу экрана у нас есть телефоны, номера телефонов, по которым вы можете дозвониться и отдать свой голос за того участника, за ту работу, которая вам больше всего понравится. У каждой работы будет номер. Чтобы нам не запутаться, все 30 работ будут пронумерованы. Чтобы позвонить и проголосовать, достаточно набрать номер. Но единственное условие – один звонок, один голос. Кстати, о призах. Призы нам предоставила Национальный конный парк «Русь». Я пока не буду говорить, что это за призы. Оставим это в некоторой тайне, чтобы было интереснее. Ну что ж, начинаем. Первая номинация – «Поделка». В эту номинацию поступило 9 работ. Ребята от 4 до 8 лет присылали нам свои поделки. Были как отдельные авторы, так и целые творческие коллективы. От детских садов. Ну что ж, давайте ознакомимся с работами-участниками и посмотрим на эти работы. Внимательно смотрите, выбирайте ту поделку, которая вам больше всего понравится. И звоните, называя номер этой поделки. Итак, внимание на экран. Коллективная работа детского сада номер 5 «Улыбка». Малая родина, у каждого своя, но любимая. Это большой проект, подготовленный ребятами и их воспитателем Татьяной Афанасьевной. Номер 1. Иван Шавлов, 5 лет, а из моего окошка виден солнечный немножко. Работа под номером 2. Еще одна коллективная работа группы номер 5 «Звездочка» детского сада «Улыбка». Город видное глазами детей. Номер 3. Брат и сестра Алеша и Ариша Комаровы. Картина из пластилина. Алеше 8 лет, Арише всего 4 года. Она самая юная участница нашего конкурса. Номер 4. Номер 5. Еще одна работа Комаровых о Алеше и Арише. Вот, кстати, и они сами держат в руках свою поделку. Арсений Дурнякин и Андрей Чупров, 5 лет, аппликация «Любимый город». Арсений и Андрей – воспитанники детского сада «Улыбка». Номер 6. Номер 7. Варвара Брызгалова, 5 лет, на улице города. Варя тоже из детского сада «Улыбка». Номер 8. Вита Рахманина, 5 лет, декоративная тарелка. Вита – воспитанница детского сада номер 737. И последний номер 9. Полина Романовская, 5 лет, полет над родным городом. Также из детского сада 737. Это девочка. Это все работы в данной номинации. Но прежде чем мы объявим начало голосования, давайте еще раз посмотрим эти работы, но уже в ускоренном режиме. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И голосуйте за тот номер, за ту работу, которая вам понравилась. Ну а пока наши телезрители голосуют, у меня вопрос к вам, Ксения. Вы как художница, скажите, вот работали ребята наши в разных техниках, в разных жанрах? Как вы сможете в целом оценить вот эти работы? Ну, конечно, техники у ребят замечательные, разнообразные. Это просто удивляет, сколько у них фантазий, сколько у них этой детской непосредственности. А главное, что интересно, что они интересуются именно нашим городом. Видно действительно очень много мест, которые можно изображать и которые этого достойно. Но вы заметили, что у нас в основном такие малыши, можно сказать, детсадовцы. Но я думаю, что вот эти детсадовцы, это, можно сказать, будущее вашей школы, да? Те, кто к вам придет. Конечно, несомненно. И не только будущее, но и настоящее, так как у нас уже обучаются. У нас обучаются дети с четырех лет. В общем-то, да. Я надеюсь, что они станут тоже нашими учащимися, если они еще не у нас. Я думаю, будут дальше творчески развиваться. Хотя они уже имеют определенный замечательный уровень. Скажите, а вот для вас, как для педагога, что важнее, добиться какого-то результата или все-таки общее развитие ребенка? Важнее все-таки научить, наверное, ребенка любить именно художественное творчество. Для нас мы ставим для себя такую задачу. Научить любить окружающий мир, творчество. Вот это важная задача для нас. У вас есть различные отделения изобразительного искусства. Немножко ознакомьте нас о том, какие у вас отделения в школе, связанные с изобразительным искусством. С изобразительным искусством? Ну, у нас достаточно большой спектр представлен. У нас отдельно есть изобразительное искусство, подготовительное отделение изобразительного искусства, подготовительное отделение, куда входит ритмика изобразительного искусства. Для самых маленьких как раз возраст 4-5 лет, а также искусство фотографии, искусство компьютерной графики. То есть у нас большой ассортимент. А вот можно увидеть уже у такого малыша какие-то перспективы? Конечно, несомненно. Но как я говорю, что дети, они все очень-очень талантливые изначально. Мы все изначально такие талантливые. Ну и, конечно, чувство цвета некоторых работ поражает здесь, и чувство композиции данных ребят, представленных здесь, очень-очень достойно. Я думаю, что у них будут успехи в дальнейшем. Вот у нас тема была «Я и мой любимый город». А что вообще любят рисовать современные дети? Ну рисовать, не только рисовать, и в поделках своих изображать. Ну я думаю, что все дети, они склонны изображать именно мир, что ценно в их работах, что они изображают этот мир так, как они его видят. И мы при помощи этих детей тоже взрослые могут увидеть этот мир таким же ярким, радужным, солнечным. Я не знаю, каждый ребенок любит изображать что-то свое, но единственное, что отличает каждую детскую работу, это именно яркость и радость вот этого мира, как правило. Интересно вам, вот как педагогу, находить в своих детях что-то новое? И вообще, как часто такие вот нестандарты, может быть, ребята приходят к вам? Конечно, каждый ребенок, он индивидуальный. Индивидуальный, если даже даешь одну тему, как правило, все работы получаются настолько разные, настолько вот красивые они, удивительно, это всегда интересно. Мне очень приятно с вами вот разговаривать на эту тему. И я бы хотела спросить, вот как быстро, может быть, какие-то результаты появляются у ребят, когда они начинают, например, заниматься творчеством? Вообще, как они отличаются, эти ребята, которые к вам приходят, например, когда они пришли и через год? Конечно, они обязательно отличаются. Я вот даже стараюсь, думаю, что у меня пока не было ни одной группы выпуска. Я хочу сохранить работы начальные и работы выпускные. Конечно, с каждым годом они начинают рисовать все лучше и лучше, все более точные становятся у них линии, все более точные работы, более интересные, более многообразные, так скажем. Ну, для развития ребёнку, наверное, каждому нужно порядка трёх лет таких вот, чтобы добиться результата от и до художественного творчества. А у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Алло. Так, мы слушаем вас. Вы в эфире? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы хотели бы проголосовать за номер 4. Номер 4. Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте. Горбанькова Татьяна Фёдоровна. Скажите, откуда вы узнали о нашем прямом эфире? О том, что мы сегодня подводим итог? Участвуйте семьёй, смотрим канал Видное ТВ и с удовольствием отслеживаем всякие вот конкурсы, детское творчество в первую очередь. Скажите, сегодня вы участвуете как участники или просто как телезрители? Да, наш родственник участвует. Так. Хорошо. Скажите, вот как вы считаете, вот такие конкурсы на нашем телеканале – это хорошая идея? Тебе вообще нужно проводить их? Обязательно нужно. Это не только способствует развитию творчества и потенциал маленьких юных художников. Это замечательно. Спасибо вам большое за звонок. Мы учтём обязательно ваш голос. До свидания. У нас буквально ещё одна минутка для голосования. Голосование уже подходит к концу, так что торопитесь, звоните. А я ещё хочу один вопрос задать Ксении. Скажите, Ксения, вот вы сами, как художник, когда пришли в искусство, да, и расскажите немножечко о себе как преподавателе. Я из творческой семьи, в школу искусств, в новую я попала с самого её основания, как только она открылась. Это получается три, наверное, с половиной года назад я попала в это замечательное совершенно заведение. И не может не радовать, что вокруг нашей школы такая прекрасная территория. То есть, что можно сказать? Что мы имеем возможность работать на природе, рисовать с детьми на природе, ходить в парке. А о нашем преподавании, ну что, всё, наверное, как обычно. Сейчас нас, к сожалению, закрепощают программами немножечко, но, в общем-то, мы стараемся. Творчество на первом месте остаётся. Творчество остаётся на первом месте, конечно, несомненно. Это самое главное. Ну, то, что дети изначально, я уже говорила, все очень творческие, и их ничто не может ни подавить, ни как-то умолить их способности. Это удивительно, конечно. А занятия у нас идут по поводу разных предметов. У нас идёт и живопись, и рисунок, и композиция, и прикладное искусство очень интересное. То есть мы тоже вот сейчас, я смотрю на поделки, думаю, ах, жаль, вот наши тоже, наверное, может быть, кто-то поучаствовал бы. Делают удивительные витражи, ребята. Делают какие-то пластилиновые поделки. То есть творчество у нас всегда. На самом деле мы только начинаем, и я думаю, что к нам со временем будут присоединяться другие ребята, не только из города, а из всего района. И это уже будут такие большие конкурсы, которые будут гораздо даже, наверное, интереснее. Потому что ведь чем больше работ, тем интереснее, тем интереснее и телезрителям, и самим участникам. Кто же победит? Ну а время голосования я завершаю. И мы сейчас переходим к номинации «Рисунок». Итак, внимание, next! В эту номинацию пришло больше всего работ. Если устроить экспозицию, то она расскажет о нашем городе, покажет самые красивые его места. И мне интересно, прежде чем мы начнем показывать работы конкурсантов, поговорить с нашими гостями. Наталья и Ксения, скажите, вот какие места в нашем городе наиболее любимы вами, Наталья? Я люблю старый центр. Я работаю в историко-культурном центре, и вот все, что к нему прилегает, все эти улицы, лучики, которые отходят от Советской площади, мне как-то очень дороги, понятны и милы. А город, видно, родной ваш город? Нет. Не родной? Нет. Но вы успели его полюбить? Конечно. Что вас влюбило в этот город? Ну, вы знаете, меня потрясла история, связанная с МКГЗ и с его знаменитым директором Гаевским. История о том, как город планировалось застроить вот этими маленькими коттеджами. Но Гаевский понял, что всем места не хватит, вот всем не хватит этих домиков, и он принял волевое такое решение, все-таки строить, ну, пятиэтажные дома. И это было непросто, и там последовали какие-то санкции, его как-то наказали за это. Но он все-таки добился своего, и меня потрясло то, что сам он переехал в квартиру из барака только тогда, когда все рабочие получили квартиры. И когда я хожу по этим улицам, я всегда помню эту историю. Мне кажется, вот этот вот акт совести, мужества, гражданства, он должен быть примером для всех нас. Спасибо, Ксения. Пока оставим в секрете ваше любимое место. Давайте сначала посмотрим работы, которые прислали ребята в номинацию «Рисунок». Итак, внимание на экран. Иван Блохин. 6 лет, Советская площадь. Место, где проходят торжественные мероприятия, все могут узнать. Это номер 10. Номер 11. Анна Громова. 6 лет, Суханово, Кошкин дом. Действительно, мимо этой кошки пройти невозможно. Номер 12. Ирина Хандогина. 9 лет, нарисовала плавательный бассейн «Дельфин». Видимо, девочка там занимается плаванием. Номер 13. Насрин Абдулова. 5 лет, прислала рисунок под названием «Миру мир». Тема актуальная, особенно в наши дни. Номер 14. Женя Мастерова. 5 лет, изобразила радугу в любимом городе. Замечательная радуга, да? И замечательные смеющиеся люди. Номер 15. Игорь Ильин. 6 лет, нарисовал эпизод игры в мотобол. Наверное, Игорь болеет за нашу мотобольную команду. Номер 16. София Карева. 6 лет, нарисовала камень в честь основания города. Все знают это место, правда? Да. Номер 17. И снова Алёша и Арина Комарова. Рисунок без названия, но с большим смыслом. Номер 18. Тоже работа брата и сестры Комаровых. Опять же, она без названия, но вот такие ладошки, видимо, это Алёша и Арина. Номер 19. Полина Королёва. 6 лет, мой любимый детский сад. Так называется её рисунок. Номер 20. София Малафеева. 6 лет, нарисовала храм Георгия Победоносца. Очень узнаваемо, на мой взгляд. Похож, правда? Дарья Маложина. 5 лет, домашний любимца. Так называется её работа. Номер 21. Номер 22. Полина Романовская. 5 лет, журавли. Хочется отметить, что детские сады номер 737 и номер 5 – самые активные участники нашего конкурса. Номер 23. Дима Бычков. 9 лет, храм. Так называется его рисунок. Номер 24. Эльнара Гусейнова. 11 лет, центр досуга без берёзы. Такое своеобразное название рисунка. И номер 25. Даниил Рыбкин. 8 лет, центр досуга с берёзой. Вот такие удивительные работы нам сегодня прислали ребята, особенно две последние. Одна с берёзой, другая без берёзы. Надо поехать и посмотреть, есть ли берёза там на самом деле. Может быть, она только о мечтах? Так. Ну а теперь, прежде чем начнём голосование, давайте ещё раз посмотрим все работы участницы этой номинации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, начинаем голосование в номинации рисунок. Время пошло. Ну а пока наши телезрители голосуют, думают, звонят, мы продолжим тему наших любимых мест в нашем городе. Ксения, вопрос теперь к вам. Вот как чудесно. Мы сразу сейчас с вами и все любимые места увидели. Вообще, я считаю, что в Видном не может быть каких-то нелюбимых мест. Я сама видновчанка и очень-очень наш город люблю. Ну, конечно, несомненно, несмотря на это, есть особенные места, особенные, которые просто пропитаны какой-то атмосферой удивительного, наверное, творчества, искусства, чего-то такого. Там просто витает какой-то невозможный дух. Ну, например, я очень люблю усадьбу Суханово. Для меня это прямо такое место, где можно гулять очень долго, где можно рассматривать эти удивительные здания, которые кажутся такими рукотворными, такими вот очень-очень интересными. Часто бываете там? Да, очень часто. Очень люблю там гулять именно. Ну, и, конечно, тоже, как сказала Наталья, старый центр я люблю. Там тоже много всего интересного можно увидеть. И эти дома, которые были построены в свое время, очень интересные. Кстати, тоже хочу сказать, мне с некоторых пор очень нравится наш Расторгуевский парк. Он обрел сейчас новую жизнь, вторую жизнь. Мне, например, очень нравится гулять там с детьми. Я думаю, со мной согласятся те, кто живут в районе Расторгуева. Я хотела бы еще поговорить вот о чем. Вот мы сегодня предоставили такую роль жюри нашим телезрителям. Но на самом деле вам часто приходится ведь на каких-то конкурсах, да, и вообще оценивать работу детей. Насколько это сложно, насколько важно, не знаю, правильно оценить, насколько это серьезно нужно подходить к этому вопросу? Вообще детские работы оценивать очень сложно, потому что они все хороши, они все в своем роде хороши. Каждый ребенок видит мир по-своему. Поэтому здесь трудно их даже сравнивать. Ну, конечно, к этому нужно подходить тоже серьезно, потому что нужно как-то детей стимулировать на то, чтобы они все-таки правильно воспринимали реальность, чтобы они стремились к каким-то новым успехам. Поэтому вот оценка бывает достаточно строгая иногда. А у нас телефонный звонок. Давайте посмотрим, кто к нам дозвонился. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Раиса Ефимовна. Раиса? Я наш... Раиса Ефимовна. Ефимовна, очень приятно. Приятно. Мои дети тоже рисуют, поэтому я за рисунками детей наблюдаю. Мне понравились. Особенно я отмечаю, я эту девочку хорошо знаю. Знаю, как она хорошо рисует. Хорошо. Тоня Карева. 16 номер. За кого вы проголосовали? 16 номер. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Вот видите, у нас, мы, конечно, немножко вперед забегаем, да, когда наши телезрители говорят, за какой они номер голосуют. Но я думаю, что тот, кто смотрел, он уже определил тот номер, за который хочет голосовать. Я думаю, что вот вы тоже что-то, мы сейчас вам не разрешаем говорить. Какая работа вам понравится, у вас еще будет такая возможность. Но все-таки, вот если оценить в целом рисунки наших ребят, ведь по большому счету, вот даже 11 лет, 9 лет таких мало. В основном это ребята детских садов. На ваш взгляд, вот без руки взрослого не обошлось ведь, правда? Ну так это же прекрасно, когда без руки взрослого не обходятся. Это же прекрасно, когда что-то создается вместе с родителями, когда ребятам, родителям могут что-то показать, когда они заинтересованы в этом, когда они участвуют тоже в детском творчестве. Они, конечно, и сами прекрасные творцы, и сами все могут, но это важно. Как процесс воспитания это очень важно, чтобы взрослый тоже помогал, и тоже мог заинтересовать именно этим. Это же здорово. Особенно коллективные работы детского сада, которые нам присылают. Я думаю, что это очень интересно, потому что видно, что вот эти ребята не просто в детском саду, как родители отвели, а там с ними занимаются, занимаются серьезно, и ребятам интересно, они познают что-то там. Скажите, вот сегодняшний наш конкурс, на ваш взгляд, вот это вот, каждый, кто прислал к нам работу, прислали ли работы, на ваш взгляд, опять же, то, что у них было, или они, вот, все-таки это целенаправленно было? Нет, но здесь, конечно, видно, что работы такие сделаны, очень многие работы обладают сделанностью, здесь сложные достаточно техники представлены, за которые просто так вот и не возьмешься. Акварель, например, это достаточно такая кропотливая тоже техника. Да, я смотрю, там много таких вот и цвета так смешаны грамотно, и в карандаше многие работы тоже проработаны. Таким уверенным штрихом. Ну, как специалисты это могли заметить. Мы, например, смотрим, нравится, не нравится. В общем, сегодня наши зрители так и, в общем-то, этим, можно сказать, и руководствуются при своем выборе. Ну, а время нашего голосования подходит к концу. Нам пора объявлять третью номинацию. Третья номинация «Художественное слово». Внимание на экран. Итак, художественное слово. Дело в том, что первый конкурс наш таков, что мы не обговаривали очень уж такие рамки большие, например, строгие рамки. Будет ли это стихотворение, будет ли это проза. И номинация «Художественное слово» включает все. И стихи, и прозу, и стихи собственного сочинения, и поэтов известных. Поэтому сейчас мы посмотрим с вами те работы, которые подготовили наши участники. Все они были отсняты нашими операторами. И посмотрим. Работ у нас, к сожалению, немного. И четыре из них вы увидите на экране. Но это не все работы. Будет еще одна работа, о которой я скажу попозже. Итак, внимание на экран. Мой город. Город Витне родной. Самый лучший на земле. Ты зеленый, молодой. Я стихи дарю тебе. Здесь мой дом, моя семья. И друзей веселый смех. Здесь гимназия моя. Это школа лучше всех. Город Витне родной. Добрый, чистый, звонкий. Ты гордиться будешь мной. Витновской девчонкой. Как красив родной мой город. Золоте и лесов. И дороги, и проспект. Кружево мостов. Краноциркули. Возводят за этажом этаж. Ты все краше год от года. Славный город наш. Я расту с тобой, мой город. Здесь моя семья. Срослым людям часто снятся. Юности края. На тобою небо держит. Купол от церквей. Ты же мчужина в короне. Родины моей. Ходи нацла бабушка. Палочкой стуча. Говорю я бабушка. Позову тебя от его рекаства. Стань, если ты здорова. Будет чуть-чуть горько. Что же тут такого? Ты потепишь чуточку. А уедет дать. Мы с тобой, бабушка. Поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка. Прыгать и высоко. Видишь, как я прыгаю. Это так круто. Улыбнулась бабушка. Что мне до старая. Я не заболела. Просто я старая. Очень старая. Ловуши седые. Где-то потеряла я. Годы молодые. Где-то за огромным. За лесами теном. За горлою шоколь. За горлою шоколь. За горлою шоколь. Говорю я бабушка. Споня, это мед. Я туда поеду. По пылу пойду. Годы молодые твои найду. А у мамы спросил. Вам зачем мы идем? И зачем у иконы? Мы свечу с ней зазом. Почему в церкви тихо? Здесь молитвы звучат. И с надеждой овляде прихожане стоят. А цветы у вас пять лет. Ничего здесь стоят. Вес на пене. Слава христианский объят. Я ответила маме. Слава с тобой. Если помолиться. Покаяться. От спасения души. Видишь крестик на теле. Он поможет всегда. Неслазны с ним не сгоды. С ним обходит беда. А Господь? А Господь при рождении тебе ангел отдал. Чтоб по жизни заботы Он тебя охранял. Чтобы люди в меру не забыли о том, что добро побеждает в этом мире большом. Чтобы? Чтобы я в мере днева не смог омрачить. А Господь этот путь света мог и за... Мы посмотрели четырех наших участников. Пятый участник сегодня в нашей студии. Пятый участник номинации «Художественное слово». Иван Берников. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте. Иван, я хотела бы познакомить с твоей работой. Почему мы не смогли показать ее? Работа Ивана очень большая. И нам прислал он ее на 24 листах. Естественно, что сложно очень показать телезрителям весь объем работы Ивана. Но работа интересная, и поэтому я бы хотела немножечко, чтобы посвятить вас, телезрители, в эту работу, поговорить с Иваном. Иван, расскажи, как это называется твоя работа? Моя работа... Она никак не называется. Это просто обычное сочнение на тему моих родных, на тему моих прадедов, на тему моих прабабушек, дедушек. Что сподвигло тебя? Почему ты решил написать об этом? Мне очень интересна история моих родных. Я очень интересуюсь, чем они занимались, кем они были. и я решила об этом написать сочинение. Я думаю, что, в общем-то, это, наверное, каждому нужно знать историю своей семьи, так же, как и историю своей страны. Я вижу необходимость предоставить эту работу на краеведческий конкурс «Наш край», который уже собирает работы. В историко-культурный центр обратись, пожалуйста, со своей работой. Мы придумаем ей название обязательно. Давайте сейчас мы Ивану предоставим возможность зачитать небольшой отрывок своего сочинения. Пожалуйста, Иван. Это была обычная бедная крестьянская семья, но семья тружеников мастеровых. Еще перед войной был построен этот дом, в котором жили родители прадеда. Сами таскали и мысили глину, в форме делали кирпичи. В земле была вырыта яма, которая служила печью для обжига кирпичей. Дом был построен самостоятельно, силами семьи прапрадеда Алексея Михайловича и его детей прадеда Алексея Алексеевича вместе с братьями. Наверное, не было того, что они не умели делать своими руками, владели навыками столярного дела. Мебель в доме, табуретки, тумбочки, столы, кровати делали сами. Некоторые предметы мебели, сделанные прадедом Алексеем в 50-е годы, до сих пор живут в семьях наших родных. Особенно все навыки пригодились после войны, ведь ничего не было. Посуды, в которой варили кашу, прадед удалбливал из листов алюминия, делал деревянные ложки, блюда, ножи, был хорошим сапожником, умел плести сети. Так как они жили на берегу реки Дон, его сети всегда пользовались фиросом. Прадед всему учился самостоятельно, был самолучкой. Он обладал огромным желанием и способностью узнавать все в любых областях знаний. Область интересов была обширной, от церковных книг до научных трудов. Он одним из первых прочитал еще в журнальном варанте Солженицына один день Ивана Денисовича и был поражен реальностью изложенного. После войны на сельском собрании его выбрали председателем колхоза. Прабабушка Наташа, как многие женщины Елецкого округа того времени, славили своими умениями плетением кружев на коклюшках, умела шить, вязать, красиво вышивала. Мама бережно хранит свадебное платье прабабушки Наташи, которое шито и вышито руками прабабушки. Оно синего цвета, ведь шили из того, что было, с белой вышивкой. От времени вышивка повлиняла по ткани и стала серо-голубого цвета. Сохранился шар, сплетенный на коклюшках, моей прапрабабушкой. Для нас это семейная реликвия. Жизнь семьи вошла в обычное русло. Прабабушка занималась хозяйством, детьми. Прадед руководил колхозом. Спасибо, Иван. Вот меня, конечно, не может не заинтересовать, откуда информация-то вся? Где ты черпал информацию? Кто тебе рассказывал? Я общался с родственниками по скайпу, спрашивал их, узнавал, записывал. И вот так. Насколько большой вот этот промежуток времени говорится в твоем сочинении? Больше ста лет. Больше ста лет. Замечательно. Итак, уважаемые телезрители, номер 30, Иван Бердников и его сочинение «Малая Родина». А мы начинаем, прежде чем приступить к голосованию, прошу прощения, мы еще раз посмотрим наших четырех участников под номерами 26, 27, 28 и 29. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, уважаемые телезрители, берем телефоны, звоним, голосуем. Мы пока прервемся на короткую рекламу. В это время голосование начинается. Итак, реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем голосовать номинации «Художественное слово». И пока голосование идет, мне бы хотелось поговорить с нашей гостьей, с Натальей Феликсовной. Так, немножечко еще попривеним, да, потому что у нас звонок в студию. Итак, слушаем вас. Алло. Алло. Слушаем вас. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я бы хотела проголосовать за 17 номер и за 27. Это в разных номинациях? Да. В разных номинациях можно. Так, а скажите, пожалуйста, вот я уже задавала вопрос предыдущему звонящему, и все-таки вам тоже такой же вопрос. Как вы узнали о том, что конкурс у нас идет? Конкурс? Ну, это, во-первых, мои хорошие знакомые уже с детства и ее талантливые дети. Так, то есть участвуют? Что-что? Участвуют. Да-да-да, участвуют. Как вы считаете, вот в общем, если оценить работу, вам работы понравились в общем? Да, работы очень замечательные и красивые. Скажите, насколько важно вам кажется вот проводить такие конкурсы в нашем районе, в нашем городе? Я думаю, это очень важно, чтобы дети приручались к таким конкурсам, раскрывали свои таланты, они бегали по улице без предела, и чтобы родители ими занимались и помогали им. Ну, я думаю, что те, кто принимал участие в нашем конкурсе, и они, их родители, вот как раз те, о ком вы говорите, что это люди, которые занимаются своим делом, у которых есть интересы. Спасибо большое вам. И участвуют в жизни города. Спасибо вам большое за звонок. Ваши голоса обязательно будут приняты. Спасибо, до свидания. Наталья Феликсовна, все-таки вопрос теперь к вам. Пожалуйста. Вы работаете в историко-культурном центре. Я знаю, что в вашем центре проводятся работы с ребятами. Конечно. О чем вы говорите с ребятами? С ребятами я говорю о поэзии, о том, что мне близко. И вот в результате моей работы родилось у нас такое направление «Поэты ли то детям?» Всем известно, что в нашем городе работает летобъединение, оно в этом году отмечает 60-летний юбилей, то есть оно на 10 лет старше города. И в этом объединении есть замечательные люди, которые пишут детские стихи. И вот я стала как-то разово приглашать. Приходит поэт к детям, дети задают ему вопросы, дети учат стихи, они готовятся к встрече, они учат стихи, выходят на нашу сцену, читают со сцены стихи поэта. Поэт счастлив, дети счастливы. И вот такая атмосфера единения и всеобщего счастья меня очень увлекла и захватила. И я как-то решила делать эти встречи регулярно. И мы довстречались до того, что в конце 2014 года среди самых активных членов элитобъединения родилась мысль о том, что нам нужен сборник. И вот этот сборник «О чудо! Вот он родился!» Это буквально новоиспеченная книжка, ее еще никто не открывал, еще никто ее не читал. Название «Детство на Советской». То есть, вы понимаете, у нас городе... Прямо для нашего города. Это для нашего города. Хотя на Советской улице есть в любом городе. Ну, наверное, да. Наверное, да. И площадь, и советский проезд у нас. В этот сборник входят стихи 11 замечательных авторов элитобъединения. Многие из них были на наших встречах. Некоторые, я надеюсь, еще придут к нам в гости. И здесь есть такой очень важный подзаголовок «Стихи для маленьких и больших». То есть, я надеюсь, что это будет книга для семейного чтения. Родители, бабушки и дедушки будут с удовольствием читать эти стихи детям и сами будут вспоминать детство. Понятно. Вот скажите, сегодня я знаю, что вы хотели бы эту книгу, которую вы принесли, подарить. Я не помню фамилии этого замечательного автора, но мне очень понравился рисунок, где... Нет, нет, нет. Давайте пока эту тему немножко приостановим. У нас будет еще возможность. Но это так. Действительно, вы хотите эту книгу вручить как подарок. Вы уже выбрали даже того, ту работу, которая вам очень понравилась. Это замечательно. Но мы сейчас закончим голосование и только тогда... Хорошо, все, молчу. Начнется почет голосов и мы уже сможем тогда... Вот ваш третий приз. Да. Голосование подходит наше к концу. Кто успел позвонить, тот сделал большое дело, потому что свой маленький голосочек, да, может быть, большой голос, он внес в копилку в чью-то, а у нас есть телефонный звонок. Давайте посмотрим, кто к нам дозвонился. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я это самое... Вы представьтесь сначала. Просто просмотрев, я поразился артистической, эту... манерой выступления, ну, вот, эту самую... Алексея, ну, вот, мне понравилось, как это самое было предоставлено, это самое... Вы будете им предпитаться этот номер, вы понимаете? Мне очень понравилось, и вот мне и супруге мы прям были поражены. так... Скажите, а вы передачу нашу смотрите с самого начала? Нет, вот, понимаете, с самого начала не получается. То есть, только последнюю номинацию, да? Тем более, сейчас лет, дачный период, понимаете, да? Так... Да, вот, как говорится, смотрели, перелистывали программки, наткнулись, и прям, знаете, прям оторваться не могли. Мало, что Алексея нас поразила, а потом еще его сестренка. Вот теперь вы будете думать, за кого же проголосовать, да? Звоните два раза называется. Голосовать-то мы знаем, за кого, заедила в Россию, как говорится. Это тоже очень правильно, наверное. Я не агитатор, а то скажешь, да, против курения, против алкоголя, против курения. Но зато за такую молодежь, вот, которую показал ваш канал. Очень здорово. Спасибо вам большое. Вы определились с выбором, я надеюсь. Спасибо большое за звонок. К сожалению, не представился, ну, в общем-то, очень было приятно пообщаться. Ну, а время голосования истекло, больше звонки не принимаются, но, прежде чем наша счетная комиссия предоставит нам протокол, а протокол это серьезная вещь, протокол нашего голосования, мы хотим показать вам ролик, который был прислан буквально вчера. Все, кто участвует в конкурсе, знают, что мы принимали работы до 12-го числа. К сожалению, детский сад «Журавушка», который прислал нам ролик со своими ребятами, опоздал. Но мы решили, что не показать это нельзя. Вместе улыбнемся этим ребятам, вместе порадуемся за них и поаплодируем. Итак, смотрим выступление детского сада «Журавушка» «Гимн Видного». Внимание на экран. «Журавушка» «Журавушка» Любитное «Журавушка» «Журавушка» И так наступает самая волнительная минута объявления наших победителей. Итак, номинация «Поделка». Кто же стал победителем в этой номинации? Номер 7. Варя Брызгалова. 5 лет. Приз от Национального конного парка Русь. Сертификат на 1000 рублей. Это возможность посетить мастер-классы на 1000 рублей в конном парке Русь. Поздравляем Варю. Она молодец, большая. Мы посмотрим, наверное, потом нам покажут ее работу. А пока мы хотим объявить вам второго победителя. Номинация «Рисунок». Номер 17. Алеша и Арина Комарова. 8,4 года. Национальный конный парк Русь дарит сертификат этим ребятам на два билета в цирк. Замечательный подарок, я считаю. Замечательный приз. Ну и последняя номинация. Номинация «Художественное слово». Номер 29. Максим Логойда. Детский сад номер 4. Орленок. 6 лет. Это мальчик, который читал нам стихотворение про храм. Сертификат на бесплатное посещение двух лиц зоопарка с контактной зоной и театрализованного представления в долине сказок в Национальном конном парке Русь. Вот такой приз для нашего победителя Максима в номинации «Художественное слово». Все призы можно забрать у нас в телекомпании. Но имейте в виду, торопитесь, потому что все сертификаты действительны до 31 июля нынешнего года. Мы поздравляем наших победителей. Мы думаем, что сейчас они там прыгают от восторга дома. Ну, а я хотела бы предоставить слово нашей гости Наталье Феликсовне, чтобы она объявила своего победителя. Кому же она подарит свою книгу? К сожалению, не помню ни номера, ни фамилии, ни имени, но там на рисунке был изображен наш город, объятый руками. Это была номинация рисунок? Рисунок, да. Мне кажется, вот за идею. Я поняла. Да, я поняла, это работа тоже Алёше и Арины Комаровой. Что вы говорите? Может быть, это она и не... Только вот опять же в той же номинации номер 17. Сейчас я посмотрю, у меня всё написано, и я думаю, что мы сейчас с вами выясним, кто же этот победитель, кому достанется книга. Город в объятиях. Рисунок без названия, но с большим смыслом, да? Город в объятиях. Алёша и Арина Комарова, номер 17. Наталья Феликсовна Замарина, член своего записателей, наши гости, свою книгу дарит Алёше и Арине. Мы поздравляем ещё раз этих ребят и всех, кто участвовал в конкурсе, всех, кто победил. Участвуйте и в будущем в наших конкурсах. Мы будем их объявлять. Следите в новостях за нашими объявлениями и участвуйте. Ну, а я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое за участие. Можно в заключении два слова. Можно, конечно. Друзья мои, стихи живут, когда они звучат. Читайте стихи вслух. Читайте дома, читайте на улице, и ваша жизнь изменится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, телезрители, что всё время это были с нами, за то, что голосовали. Смотрите телеканал Видное ТВ. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»